Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о удивительном проекте и о том, что из этого проекта выросло. Что нужно для того, чтобы состоялся удачный, интересный проект? Нужно совпадение трех обстоятельств. Нужен ресурс, из которого делать проект. Нужна воля, идея и энтузиасты. И замечательно, когда эти три обстоятельства, скажем так, встречаются в одной точке, в одном месте. И на основе вот этого всего возникает замечательный проект, культурологический проект, виртуальный музей диафильма, диафильм онлайн. Ресурс, из которого выросла вся эта замечательная красота, это была огромная коллекция советских классических диафильмов, насчитывавшая многие сотни экземпляров. Но, как вы понимаете, мало ли у кого какая коллекция есть. До того, как найдется кто-то, кто осмыслит это как явление важное для нашей культуры, все это может лежать, никакой пользы не приносить. В данном случае в Российской государственной детской библиотеке, кроме коллекции диафильмов, еще оказались люди, которые смогли осмыслить эту коллекцию как вот такое важное культурное явление. Не как сентиментальное воспоминание детства о просмотре диафильма с родителями, а именно рассмотреть диафильм как такой социокультурный феномен. Мало того, что это была осознанно как важная и интересная коллекция, вот эти самые энтузиасты, знатоки и любители диафильма, решили придать ей этому форму виртуального музея. Иными словами, есть такое красивое слово – музеификация. Вот именно музеификация была произведена в процессе создания виртуального музея диафильма онлайн. Музеификация – вещь очень важная. Скажем, мизенская прялка, лежащая на чердаке заброшенного дома. Кто ее видит? Летучая мышь может увидеть. Птичка залетевшая. Но как бы это не предмет, это предмет, выведенный из культурного обихода. Так же и с диафильмами. Диафильмы, конечно, никуда не исчезли. Они использовались в интернете. Много ресурсов, на которых можно посмотреть старые классические диафильмы. Но вопрос на музеификации отличается от просто склада информации. И вот то, что было сделано в процессе подготовки виртуального музея, это была как раз систематизация, создание истории, запись материалов, работа с архивами. Начиная с самых высоких позиций, то есть знаменитых писателей, которые были авторами текста диафильма, и знаменитыми художниками, которые иллюстрировали, работали на студии диафильм. Все это было как бы систематизировано и архивировано. Вплоть до таких мелочей, которые могут казаться, скажем, на первый взгляд, не очень важными. Например, договоры, оригинальные договоры между, скажем, художником и союзом диафильма. Это может показаться какой-то, в общем, неважной мелочью, а на самом деле это важно хотя бы для того, чтобы понимать, на какой срок заключался договор, как это все стороны описывали. Ну и, скажем, такой немаловажный вопрос. Сколько получал художник за один кадр в диафильме? Это очень интересный момент, потому что тут уже пора сказать, что я могу себя причислить к ветеранам диафильма. Дело в том, что первые мои профессиональные работы после окончания Московского полиграфического института как раз и были диафильмы. И в целом от работы с художественной редакцией диафильма остались самые-самые теплые воспоминания и чувства бесконечной благодарности. Но, кроме всего прочего, для меня, как для человека, недавно закончившего институт, было очень важно, что за это платят, и платят очень даже неплохо. И вот эти такого рода мелочи, они тоже сделались предметом изучения и архивирования в подготовке виртуального музея диафильма. На сам процесс подготовки я до поры до времени смотрела со стороны, потому что это совсем не моя идея. Но в какой-то момент меня привлекли как человека, сотрудничавшего с диафильмом. И чем дольше я наблюдала со стороны и в какой-то небольшой мере участвовала в подготовке, тем больше мне становилась понятна красота замысла и такая его фундаментальность. Поскольку, скажем так, есть воспоминания детства, а есть объективные показатели того, что диафильм и все с ним связанное – это довольно малоизученный пласт нашего культурного наследия. И одновременно весь этот корпус и художественный, и литературный, все то, что создает этот феномен, социокультурный феномен под названием диафильм, что это и замечательный развлекательный продукт, и замечательный просветительский продукт. И на самом деле именно так его и можно использовать в актуальный момент сейчас. Еще несколько слов скажу о классическом диафильме. Ну вот, во-первых, конечно, я хочу вам предложить совершить путешествие по виртуальному музею диафильма. И, конечно, сейчас не буду пересказывать подробности истории диафильма. Ну, скажем так, вот как работа с литературной частью началась с Маршака, то есть с главного, одного из главных классиков отечественной детской литературы, так, в принципе, в качестве литературной основы все время существования студии использовались замечательные тексты. В данном случае я говорю не столько об учебных диафильмах, сколько о тех, которые основаны на литературной основе. Понятно, что даже небольшая сказка для того, чтобы уложиться довольно жесткий формат литературного текста диафильма, должна быть, была бы как-то адаптирована для этого проекта. Но кроме сказок в качестве основы диафильма редакторы литературные брали самые разные по жанру тексты, среди которых были, скажем, эпосы. Сразу хочу вас направить и посмотреть замечательный диафильм «Ролан. Оруженосец». Это старо-французский эпос, повествующий о временах Карла Великого. И посмотрите, как интересно, как аккуратно сделан этот пересказ. В 33 абзацах изложен сюжет, изложен так, что он понятен, литературен по форме, но самое важное, что он отправляет читателя почитать оригинал текста. То есть подросшего читателя, который помнит, что в детстве или в отрочестве встречался ему такой диафильм, и там была изложена какая-то фантастическая, увлекательная легенда, и обратиться к первоисточникам и к знаменитому переводу, сделанному Василием Жуковским. То есть в этом смысле, конечно, диафильм – это такая как бы в хорошем смысле провокация к углубленному изучению литературы. И еще один диафильм я бы хотела вспомнить – это Солтыков-Щедрин, сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил. По удивительному совпадению оба эти диафильма оформлял, рисовал замечательный художник-классик отечественной книжной иллюстрации Вениамин Николаевич Лосин. Когда я недавно просматривала этот диафильм с точки зрения прекрасных картинок Вениамина Лосина, я как-то заодно, может быть, даже в первый раз прочла тексты. И вы знаете, ну как бы это известная сказка, текст. По-моему, когда-то он входил в школьную программу, совершенно канонический. И когда я начала читать подписи к этим 33 кадрам или 34, я как-то немножко стал волноваться и думать, не изуродован ли текст переложением. Знаете, удивительное дело, не изуродован. Очень, опять же, бережно, аккуратно, художественно переложен и действительно в некотором смысле отсылает читателя к оригиналу, к Салтыку-Щедрину. С точки зрения визуального ряда в диафильме сотрудничали самые известные, замечательные художники-книги и мультипликаторы. Достаточно назвать имена таких художников, как Владимир Сутеев, как Леонид Владимирский, Евгений Мигунов и уже мною упомянутый Вениамин Лосин и замечательный книжный художник Валерий Андреевич Дмитрюк. Кстати, очень-очень рекомендую вам в Виртуальном музее диафильма посмотреть работы Валерия Андреевича Дмитрюка, поскольку он был человек невероятно живой, энергичный и склонный к новаторству. Поэтому к своей работе в диафильме Валерий Андреевич подошел тоже совершенно неравнодушно, а так, как он подходил ко всему, что он делал в жизни. И в некотором смысле это некое ноу-хау, его поищите его диафильм под названием «Кто?». Это такой замечательный поэтический детектив по стихотворению поэта Веденского. И Валерий Андреевич Дмитрюк придумал такую вещь. Каждый кадр перетекает один в другой. То есть персонаж, допустим, в верхней части находится в одном кадре, а нижний в следующем, и там уже разворачивается совсем другая мизансцена. Кроме того, все тексты он написал от руки, поскольку был замечательный художник и одновременно мастер шрифта рукописного. Поэтому опять же в галерее Виртуального музея диафильма вы можете с этим совсем ознакомиться. То есть весь корпус материалов по истории диафильма создателями и авторами этой замечательной идеи был собран и выстроен в очень четкий, логичный шестиэтажный виртуальный музей. Не буду делать вид, что я гид по музею, но опять же очень вам советую все эти шесть этажей изучить, потому что там собрано совершенно такой уникальный музейный контент. Отдельно хотела поблагодарить дизайнеров, которые работали над этим проектом. Обратите внимание, дизайнер работает, конечно, уже с собранным материалом. Но именно он решает, каким образом представить его зрителю, чтобы зрителю было и удобно, и понятно. И более того, задача еще усложнялась тем, что было понятно, что посетитель этого виртуального музея это будет посетителей будет несколько возрастных и вообще несколько таких возрастных социальных страт. Это, конечно, родитель, ребенок, такая пара, это подросший ребенок, подросток, это просто взрослый человек, который хочет вспомнить прекрасные моменты своего детства и юности. Ну и, наконец, это предполагаемый, вполне реально могущий существовать специалист-культуролог или студент-культуролог, аспирант-культуролог, который занимается вот этим социокультурным феноменом, классическим советским диафильмом. И каждая из этих групп должна понимать, по какой логике ей путешествовать по музею, что для детей, что для взрослых, что для подростков. И там есть действительно вот эти разные, разного качества, разного уровня сложности текста, рассчитанные на разного потребителя, что и замечательно. Создание этого работы над музеем, когда она вступила в завершающую фазу, стало понятно, что нужно ознаменовать его выставкой, поэтому имеющиеся артефакты были наилучшим образом представлены публики. Оригиналы диафильмов, ну, так же, как книжную графику, понятно, как экспонировать. Но в музее хранились, скажем, арт-объекты из кукольных диафильмов, которые, которые, как вы, наверное, догадываетесь, маленькие, иногда немножечко пострадавшие за долгие десятилетия, прошедшие с момента их создания, но очень интересные, очень качественные. и понятно, что представить их, ну, просто выложив на полку, это значит, ну, в некотором смысле убить этот экспонат, потому что, скажем так, ребенок-посетитель библиотеки вряд ли будет вглядываться в 25 маленьких фигурок, стоящих на полочке. Поэтому они были замечательным образом сфотографированы на черном фоне и распечатаны на больших таких плакатах, которые невероятно эффектно выглядели и подтверждали такую простую истину, что даже если скульптура размером высотой 5 сантиметров, но выполнена профессионалом, то она поддается как бы, она может стать монументальной, если ее увеличить и совершенно ничего не потерять от этого, наоборот, только приобрести качество другое. Вот. И первый этап жизни виртуального музея диафильма состоялся, вот вот эта выставка была такой его частью. А дальше? Дальше, как бывает, с хорошими, красивыми идеями, когда они реализованы умными людьми, из-за этих, из-за этого явления, это явление начинает давать ростки. если кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь выращивал, тот знает, какое-то чудо, ты что-то в землю бросил, полил, и вот из него начинает расти что-то новое. И, соответственно, из музея диафильма, из всей этой культурологической и музеификаторской работы выросла лаборатория диафильма. Странно было бы, если бы она не выросла, потому что было понятно, что ну как бы этот актив нужно использовать как-то. более того, забегая вперед, скажу, что почему мне хочется об этом рассказать. Не просто потому, что погордится хорошей идеей коллег, не только погордится удачной реализацией этого проекта, но и главная причина в том, что это опыт воспроизводимый. То есть не то, что один раз в Москве в Российской Государственной детской библиотеке удалось произвести такую вещь. Но нет, она придумана и сделана так, что ее можно использовать, этот опыт, и таким образом ростков из этой хорошей идеи станет еще больше. В чем же была собственно идея лаборатории диафильма? Она была в том, что дети делают по всем правилам диафильма свой диафильм с нуля до абсолютно готового продукта. Сама по себе идея очень хорошая. Даже если не говорить о диафильме, вообще мой опыт работы с маленькими детьми, с подростками, со студентами, и опыт моих товарищей, коллег, которые замечательно преподают детям, говорит о том, что очень большое удовлетворение ребенок получает не просто от того, что он сделал какую-то единичную прекрасную вещь, а от того, когда он произвел некий такой законченный продукт. хорошо нарисовать 10 рисунков, но гораздо больше радости, когда ты рисуешь эти рисунки и потом, зная, что из них можно сделать книжку. Такую же радость в принципе и удовлетворение вызвало у маленьких художников юных идея сделать свой диафин. Ну, в принципе, желая вдохновить детей на такую работу, можно было пойти по легкому пути, дать им тексты, подготовленные квалифицированными взрослыми, печатать их, порезать их на полосочки, по нескольку строчек в каждой, но и сказать, ну, дети, вот вам 15 кусочков одного стихотворения, которое мы вам выбрали, давайте рисуйте. Но организаторы лаборатории идеофильма, во-первых, не искали легких путей, во-вторых, использовали, как говорится, имеющийся ресурс. Этот ресурс можно назвать как возможность пригласить самых популярных детских авторов, писателей, поэтов, прозаиков. И прекрасно, что организаторы решили пригласить этих авторов, но также прекрасно, что авторы, при том, что это действительно очень-очень популярные детские писатели и поэты, прекрасно, что они согласились прийти и работать с детьми. Кто же были эти замечательные писатели? Это писатель Сергей Седов, сказочник, сценарист, лауреат премии литературной премии «Заветная мечта», лауреат премии «Новая детская книга» и очень-очень известный, любимый детьми писатель. Второй человек это писатель Валентина Дегтева, которая писатель, поэт, художник, драматург и педагог, лауреат премии «Алиса», лауреат премии «Книга года», «Золотое перо России», «Новая детская книга» также этого конкурса. Третий человек из этого звездного списка это Марина Москвина, писатель, сценарист, журналист, телеведущий и радиоведущий, лауреат международного почетного диплома имени Андерсона, а также финалист премии «Ясная поляна» и человек по сценариям, которого снято около 20 мультфильмов. еще замечательный писатель Михаил Ясиновский, поэт, писатель, получивший еще в 1999 году диплом «Синяя птица» Московского дома детской книги, и диплом этот назывался «За творческую дерзость, оригинальность и фантазию». И эти все качества с Михаилом Ясиновским пребывают по сей день. И еще один замечательный пятый литератор, знаменитый писатель Виктор Лунин, писатель, поэт, переводчик, который в 1978 году выпустил свой первый сборник, который назывался «Не наступите на слона», и с тех пор исключительно занимается литературной работой, деятельностью автора очень известной и популярной сказки «Приключения с Добной Лизы». Еще кроме этого Виктор Лунин занимается переводами, он замечательный переводчик. Вот такая звездная компания литераторов собралась на лаборатории Диафима. Кроме пяти замечательных литераторов, в каждой группе был художник-наставник. И художники-наставники это отдельная интересная тема. Для меня, как для художника, это тоже могу ответственно заявить, что это замечательные профессионалы, лауреаты и, что очень важно, люди с педагогическим опытом. Первой группой руководил замечательный молодой художник Валерия Елунина, дизайнер, иллюстратор, член Московского союза художников, преподаватель Института бизнеса и дизайна, и лауреат международного конкурса книжной иллюстрации и образ книги, победитель конкурса иллюстрации на международной ярмарке детской литературы в Болонии и стипендиат этой Болонской книжной ярмарки. Вторым был Иван Балашов, художник, скульптор, член Московского союза художников, лауреат молодежной премии «Триумф», участник российских и международных выставок и преподаватель арт-школы «Рукав». Третьим был замечательный художник, книжный иллюстратор, дизайнер, Надежда Суворова, живописец, художник, иллюстратор, преподаватель Института бизнеса и дизайна, лауреат российских международных конкурсов, всеми на мне любимого конкурса «Образ книги», «Книга года», «Образ книги» и человек, который сотрудничает с крупнейшими российскими издательствами «Самокат», «Розовый жираф», пешком в историю. Руководителем четвертой группы был замечательный художник, график, иллюстратор, фотограф высочайшего художественного уровня, куратор выставок и большой-большой энтузиаст диафильма, художник Екатерина Казанцева. Она выпускница полиграфического института, который теперь называется Институт графики и искусства книги имени Фаборского Московского Политеха, а также преподаватель, сейчас она преподает иллюстрацию в Институте бизнеса и дизайна. Замечательный художник, который проявляет свои способности очень разных жанров, в том числе в таком удивительном, довольно экзотическом для нас жанре книга-художника в смысле ливер д'артист. И еще один руководитель пятой группы лаборатории диафильма это художник-иллюстратор Ирина Иванова, график, член Московского союза художников, член Содружества Волшебная пила, преподаватель кафедры иллюстрации Стампа Института графики искусства книги Минифоморского Московского Политеха, также автор научных публикаций по искусствоведению теории истории книжного искусства. Вот такие люди были приглашены для реализации проекта лаборатория диафильма. Тут надо вот о чем сказать. Скажем так, если бы этим процессом руководила я, я бы очень настаивала на том, что нужно что дети, которые принимают участие в этой работе, это дети подготовленные, то есть дети, которые занимаются в художественных кружках, у которых есть опыт работы в разных материалах, потому что затея каждого из мастеров-наставников состояла в том, что детям дадут их параллельно с вот этой работой над диафильмом их будут обучать какой-нибудь довольно экзотической графической технике. То есть я бы, конечно, считала, что имеет смысл работать с подготовленными и отобранными детьми, но опять же организаторы проекта пошли по другому пути. Участники этого проекта это самые обычные дети, не из кружков по рисованию. Это дети, которые пришли в летний дневной лагерь в РГДБ, и им было предложено заняться вот этим удивительным делом. Надо сказать, что это вызвало, это предложение вызвало большой энтузиазм у маленьких художников. А художники, когда я вам покажу какие-то фотографии, вы оцените, на самом деле были маленькие, не подростки, а прямо скажем, деточки. Вот как описывается вот эта вся затея такими как бы сухими словами. дети участники проекта лаборатория диафильма получили уникальную возможность создать настоящие диафильмы, придерживаясь технического и творческого процесса, принятого на студии диафильм. Под руководством профессиональных художников ребята прошли все этапы работы над диафильмом. В течение недели дети изучали процесс создания диафильма, внимательно читали предложенные для экранизации произведения, придумывали раскадровку, рисовали все кадры, будущие ленты, чтобы в результате собрать макет диафильма. Вот так это красиво выглядело на словах. На самом же деле вот тут я уже просто как человек, видевший это своими глазами, но опять же не участвовавший, я просто как зритель видела это и оценила то, как взрослые в это вкладывались, насколько большой душевный вклад они сделали. Писатели, вот эти самые замечательные популярные детские писатели, они не только пришли и почитали свой текст, нет, они занимались с детьми таким разбором, таким анализом без снисхождения к детскому возрасту, да, то есть отвечали на вопросы детей, задавали им вопросы, объясняли им композицию литературного произведения, вот, и сейчас я вам просто, чтобы вы тоже могли оценить вот эту замечательную атмосферу лаборатории диафильма, покажу вам некоторое количество фотографий, сделанных в процессе обучения. Вот, сейчас я буду кое-что продолжать рассказывать про лабораторию диафильма и покажу вам некоторое количество фотографий, сделанных, когда напряженно эта работа шла в стенах РГДБ. Вот, чтобы вы ощутили замечательную, веселую и очень рабочую атмосферу лаборатории диафильма, я покажу вам некоторое количество фотографий. На этой вы видите руководителей первой и второй группы, это замечательный писатель Валентина Дегтева, это писатель Сергей Седов, это скульптор Иван Балашов и график Валерия Елунина. Я не буду отдельно комментировать каждую фотографию, мне просто хочется, чтобы вы оценили, какое сильное впечатление на ребенка может произвести общение с профессионалами. Вот на этой фотографии, например, вы видите Надежду Суворову, художника графика, который объясняет маленьким детям, что такое раскадровка диафильма, или, как диафильм это называлось, кадроплан. я 14 лет преподаю художникам книги, студентам, и хочу сказать, что даже многие студенты испытывают сложность, когда им надо мыслить всем видеорядом. Многие как бы мыслят одной картинкой, там, соединением двух картинок. А в данном случае каждый из художников-наставников объяснял маленьким детям, как должен выглядеть вот этот весь визуальный ряд. Как сделать так, чтобы он не был монотонным. Что если в диалоге в долгом участвуют два человека, или два каких-то героя, может быть, животных, или люди, как сделать так, чтобы это не было две говорящие головы на протяжении четырех кадров, как надо менять план, масштаб, точку зрения. И вот этим всем вот так вот совершенно по-серьезному, как при работе с мотивированными студентами наставники занимались маленькими детьми. я еще хотела отметить один такой замечательный аспект, детям важно увидеть живых авторов книг, которые они читают. Это совершенно незабываемое, конечно, впечатление на всю жизнь. Вот, посмотрите, как молодой художник Валерия Елунина объясняет что-то маленьким детям. Мне кажется, если бы не вот так вот живо и энергично объясняли, я бы точно что-нибудь поняла. следует сказать, художники наставники исходили из того, что хорошо бы ознакомить детей с разными техниками. И техники были действительно самые разные. Сложная аппликация с подрисовкой, графика выполненная масляными мелками, просто акварельными красками, гуашью. И дальше мы с вами увидим, как дети в общем с этим справлялись. вот на этой фотографии вы видите счастливого ребенка, перед которым лежат тексты его будущего диафильма. То есть все было как совершенно по-серьезному тексты набранной вывороткой на черной плашке, чтобы это было так, как в классическом диафильме. Вот вот эти фотографии, которые я вам сейчас показываю, это на самом деле вот такое, я бы сказал, иллюстрация к понятию счастливое детство. Кроме собственно непосредственной работы дети могли изучить старинные проекторы, которыми пользовались дедушки, бабушки и да, прабабушки, что замечательно, конечно, очень тоже полезно и интересно. И вот так шла работа, вот так дети отдыхали после работы, практически накрывшись своими собственными шедеврами. Они валялись, поскольку всякий труд предполагает отдых. Вот, обратите внимание на этот кадр. Я тоже, как человек с некоторым опытом преподавания детям, хочу сказать, что только очень смелый художник, наставник может детям дать гуашь и предоставить полную свободу этой гуашью разводить фантастическую сырость. И, соответственно, в какой-то момент дети сделали то количество кадров, которое нужно, и таким образом законченную работу свою демонстрировали. так это замечательно выглядело на выставке. Для того, чтобы вы поняли, какие удивительные картинки сделали дети, я вам сейчас покажу один и тот же литературный сюжет, а именно маленькую сказочку писателя Сергея Седова, которая называется «Царь зверей». И расскажу, прокомментирую, удивительно по-разному, как остроумно маленькие художники это сделали. Вот мы с вами сейчас видим первый кадр, заставку в книжном формате. Это бы называлась обложка первого нашего маленького художника, который обратите внимание, вот я вам сразу покажу первые несколько кадров. Дело происходит в отделе мягкой игрушки, игрушечного магазина, где звери, живущие в этом отделе мягкой игрушки, решили выбрать себе царя. Царя решили выбирать из львов, львов было три и с разными характеристиками. Но мы с вами будем сейчас следить не за поворотами сюжета, очень остроумными и выразительными, а за тем, как художник, маленький художник решает свои задачи. То есть сначала мы видим средний план несколько животных, мелкий план и финалом вот этой сцены между животными является крупное изображение короны, то есть не снова какие-то модификации композиционные между животными, а вот так художник берет и остроумно акцентирует наш взгляд на короне. Кроме того, обратите внимание, это довольно сложная техника, это аппликация плюс масляные мелки. И каждая цветная бумага и масляные мелки выполняют свою художественную функцию. Очень, надо сказать, затейливо. Обратите внимание, как замечательно сделана фактура наверху вот этой картинки, то есть это ребенок догадался, мелком можно рисовать вертикально, можно взять его горизонтально и вот так им повозить, чтобы были такие замечательные разводы. очень трогательное рисование, очень умный переход от одного кадра к другому, потому что нам с вами важно, чтобы зритель, читатель не соскучился, чтобы ему не стало скучно смотреть эти смену этих картинок. и мне очень кажется удачным, что по сюжету один из львов обладал особо громким голосом, как это можно, как это можно показать. Вот маленький художник просто нарисовал, вырезал и приклеил шесть крупных черных букв «Р» и всем стало понятно, что именно таким образом рычит этот самый отдельный лев. Лев рычал так громко, что продавщица из отдела мягкой игрушки упала в обморок. Мы с вами видим вот этот кадр, на полу лежит продавщица, а справа еще одна, потому что две продавщицы упала в обморок от громкого львиного рева. А если вы спросите, что за удивительный предмет стоит над упавшими в обморок продавщицами, так это просто дрожит большой дубовый стол в кабинете директора. Мне кажется, чрезвычайно важно во всей этой работе и постановка сложной художественной задачи перед маленьким ребенком и предоставленная ему возможность быть остроумным, потому что вот так нарисовать дрожащий дубовый стол, это, надо сказать, высокий полет. Мы, значит, вот с вами смотрим, уже посмотрели диафильм одного автора и сейчас перейдем к другому маленькому художнику. То же самое произведение «Царь зверей», автор Сергей Седов, абсолютно другая графическая техника. Эта техника, мы ее можем назвать по праву аппликация и ограниченная палитра. Надо сказать, это очень непростое такое творческое решение, когда перед тобой лежат два десятка ярких разноцветных бумажных листов, выбрать из них не вот это, вот, желтое, зеленое, красное, фиолетовое, а черный и в качестве фактуры выбрать всем известную миллиметровую бумагу, миллиметровку, которая в данном случае играет роль фактуры. Вот, и мы с вами снова в магазине мягкой игрушки, полки, на полках лежат и стоят разнообразные игрушки. Может быть, мы и не сможем точно атрибутировать, что за животное лежит на верхней полке, но, может быть, это и змея, а на ней птица. Вообще, я бы обратил ваше внимание на такую совершенно древнеегипетскую выразительность и лаконизм этих картинок. Тут вот важно посмотреть еще вот на что. Смотрите, художнику надо было изобразить трех львов, маленького, среднего и большого. И маленький человек совершенно справедливо принимает такое решение. маленький, маленький, средненький помещается в бумажный лист, а большого только фрагмент. Это, надо сказать, очень непростое композиционное решение. И вся эта чудесная история продолжается. Мне кажется, очень правильным, что когда ребенку захотелось, когда он не смог положить в картинку все свои эмоции, то есть он картинку сделал, а эмоции остались, то ребенок берет просто ручку и, как в комиксном бабле, пишет «Вот это настоящий царь». То есть выходит за рамки очерченного формата, потому что ему нужно еще какую-то фразу добавить. Вот. И да, вот так выглядит лев с очень громким голосом. Мы видим, что те, кто его слышат, испытывают прямо-таки нечеловеческие эмоции от громкости. Ну и правда, вот посмотрите в лицо вот этому зверю. Мы прям с вами слышим, как он рычит. Это супер выразительная картинка, просто настоящий шедевр. Это упавшая в обморок продавщица. Абсолютно другое решение. И не обойдите внимания вот эту картинку. Она бы, между прочим, могла быть по сути дела иллюстрации в реальной книге, выполненной в модной сейчас такой упрощенной манере, слегка косящей под детское рисование. А тут ребенок не косит ни под что. Он просто беззвучайно талантливо, выразительно изображает плачущих зверей, потому что в тексте написана очень трогательная фраза. Многие плакали, а ведь влага очень вредна для здоровья мягких игрушек. Вот так этот маленький художник заканчивает свою историю. А это совсем другое решение, нежели у первого автора. Это тоже какой-то грузовик, наполненный львами, который мчится к магазину мягких игрушек, чтобы у магазина мягких игрушек не было дефицита львов. И наконец мы смотрим третью версию, третью интерпретацию этой истории от третьего маленького художника. другая техника. То есть техника похожая на первую автора, но сделана совсем как бы преподнесена иначе. Много цветов, большая выразительность, лев кричит, с полки падают два слона и три обезьяны. Вот такие трогательные, простые, но очень художественные картиночки. С точки зрения техники, мне кажется, очень хорошо и сочетание аппликаций цветной бумаги и вот эти масляные мелки. И мне, например, показалось очень забавным, что кит, лежащий слева на полке, на верхней полке, сделан из кальки, полупрозрачной бумажки, и это дает такой тонкий эффект. Вот мы с вами посмотрели три разные работы, сделанные совсем маленькими детьми. И мне кажется, что для ребят, прошедших вот эту школу, это навсегда останется незабываемыми моментами. и вот обратите внимание, вот этот изумительный кадр, когда звери на полке высказали опасение, что всех львов раскупят и не из кого будет выбирать им нового царя. Писатель Сергей Седов как настоящий гуманист, он успокаивает читателя за дел мягкой игрушки, не беспокойтесь, по слухам, туда скоро должна поступить новая партия львов, целых семь штук или даже восемь. И вот мчится, мы видим, мчится грузовик под каким-то совершенно счастливым голубым облаком. А из грузового контейнера торчат какие-то удивительные семь предметов. Это, конечно же, семь львиных хвостов с кисточками. И их удивительное вот это направление как раз и создает впечатление, что грузовик мчится и ветер отдувает эти хвосты. В общем, совершенно мастерское изображение. На этом третья версия диафильма про то, как в магазине мягкой игрушки выбирали царя закончилось. Что бы я хотела сказать вам на прощание на фоне вот этой замечательной картинки с семью львиными хвостами. Опыт лаборатории диафильм очень удачный. все сотрудники библиотеки, кто его наблюдал, как-то хотели принимать участие, хотели детям помогать, хотели наблюдать, как этот процесс шел. И результат действительно получился замечательный. Но главное его достоинство состоит в том, что он может быть воспроизведен любыми детьми, родителями или группами, которые занимаются изобразительным искусством. В помощь вам в Виртуальном музее диафильма есть замечательное видео, которое записали пять наших с вами звездных писателей и пять звездных художественных руководителей. На них можно ориентироваться и это показать детям, предложить им эти истории, а может быть выбрать какие-то свои. С точки зрения технологической все это сделать совсем не сложно. И собрать это в такой лендинг, эти горизонтальные кадры, в общем дело с технической точки зрения совсем не сложные, а можете себе представить, когда ребенок, подросток, который сделал вот эти рисунки, сможет при встрече со своими своими друзьями сказать, а вот сейчас я покажу тебе свой диафильм и поставив экран горизонтально вот так вот пролистать свою собственную работу, которая будет точно по всем техническим параметрам соответствовать классическому диафильму. я желаю всем вам удачных экспериментов, потому что дети талантливы, изобретательны и восприимчивы к хорошим идеям. Большое спасибо за внимание, всего доброго и до встречи. Продолжение следует...